Друзья, приветствую! Евгений из Калининграда прислал посылку с образцами масла Ликви Молли, Моллиген, New Generation, новое поколение 530. Вот так она упакована. В посылке, естественно, баночка свежего, баночка отработки, описание автомобиля, условия эксплуатации, ну и данные по лабораторному исследованию, какие-то там старые. Евгений подписал, что это масло СН. Сейчас я думаю, что однозначная рецептура изменилась, потому что сейчас СП, Ильсак 6, а до этого был СН и 5 Ильсак. Так вот, баночка свежего, баночка отработки. Надо не забыть рассказать вам про зеленый свет. Я думаю, что не все знают, почему он зеленый. Так, выбираю данное масло. Эталон данного масла у меня уже был создан. Я его проверял ранее, поэтому сейчас проверю образец свежего от Евгения и сравню с эталоном. Прибор захотел проверить чистоту окон, попросил меня вытащить ячейку, чистоту окон, измерить фон. Ну, это как бы входит в часть такой многоступенчатой калибровки. Так, все. Значит, можно закладывать образец и посмотрим на сравнение. Здесь небольшое рассогласование по времени. Так, и смотрите. Значит, у этого образца 114 процентов по противоизносной присадке. Чуть-чуть выше на 0,05 кислотное и прилично выше щелочное 85, а в эталоне 8,5, а в эталоне 7,5. То есть, вполне возможно, ну, я допускаю, как бы других у меня идей нет, что это масло СН, на самом деле чуть-чуть более старой формулы и такой, чуть жирнее, чем образец нынешний, который СП и Эльсак GF6A. Так, можно сказать, эталон проверил. Можно приступать к проверке отработки. Это Mazda CX-5 полноприводный, 13-го года, двухлитровый мотор, 131 тысячи километров, 7400 на масле, что составляет 230 моточасов, средняя скорость 32 километра в час. Эксплуатация 50 на 50 город-трассы. Ну и бензин, видите, Gazprom нефть G-Drive и Lukoil 95. Так, закладываю образцы. Опять прибор там что-то проверяет, не знаю. И давайте посмотрим. Смотрите, 117 по противоизноске. Как правило, это говорит о том, что в масло попадает топливо. Так, нитрование. В общем-то здесь показатели нормальные. Обращать на себя внимание большой уровень сажи для бензинового мотора, 0,08. Я не беру сажу дизельного, там кардинально другая ситуация. Для бензинового это достаточно высокая, редко, ну не часто такая бывает. 2,88 кислотная, 5 щелочная. Вода 2300 практически ппм, но вот в описании написано, что в таре было несколько капель воды. Вот, значит, я думаю, что это влияние могло оказать, да, ну не могло, а оказало 100%. Евгений написал. Поздно он заметил. Ну, ребят, надо, те, кто присылает образцы, относитесь к этому очень серьезно, потому что это может вот дать такой результат. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Да, кстати, про зеленый цвет. Я когда изучал там технические описания масла, увидел, что флуоресцентное, то есть в масло добавлен флуоресцент и для того, чтобы легче было искать утечки через сальники, через прокладочки. Да, кстати, видите, сильное очень разжижение критическое, уже свыше пределов, то есть примерно 127 процентов. Я Евгений немножко в заблуждение ввел, неправильно начально этот параметр оценил, 140. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик. Так вот, зеленый цвет, значит, опять не сложилось. Сейчас, секунду. Посмотрите прогноз, какой у меня получился. 11600 по моющим нейтрализующим свойствам, 360 моточасов у масла. Отличный показатель, но хочу сделать акцент, что все-таки большое количество топлива, находящееся в масле, влияет на спектр. Как влияет, не могу сказать. Воздушный фильтр менялся 13 тысяч километров назад. Ресурс, грубо говоря, по нитрованию 360 также часов, ну, равен. И по вязкости вы видели 180 часов и масло уже, скажем так, негодное. Да, и возвращаясь к зеленому цвету, цвет в описании к маслу указан, как зеленый. И написано флуоресцент, то есть в ультрафиолете масло должно светиться. Если у вас есть масложор и вы используете данное масло, достаточно заехать там, я не знаю, на яму, в гараж, в сервис, выключить свет и, используя флуоресцентный фонарик, просто посмотреть, посмотреть со всех сторон блок двигателя. Ну, двигатель. Если есть подтекание через сальники, через прокладки, место протечки будет светиться. Иногда масло может не капать, например, попадая на какие-то горячие части, испаряться. Вот, и очень полезная функция. Молодцы в этом плане. Ликвимоли. Такую же систему иногда используют в антифризах. Не знаю, всегда, не всегда, но часто. Очень полезная, даже для такой самодиагностики, потому что расход масла может быть связан с утечками наружными или с попаданием масла в камеру сгорания, ну и там оно уже горит. Значит, само по себе масло хорошее, хотя надо держать в голове, что здесь есть погрешность из-за большого количества топлива в масле. Вот, ну и SkyActiv, как бы, верен традициям. Очень сильно разжижает. В данном случае вы видели 180 моточасов и масло очень сильно разжижено. На мой взгляд, это опасно. В каких-то режимах пленка может порваться. Разрыв пленки ведет к трению на оборотах. Это моментально повышает температуру и вплоть до того, что могут там вкладыши привариться и провернуть их может. Значит, вот такой образец. Благодарю Евгения за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Пишите комментарии. Увидимся в следующих видео. Пока.